Детей с инвалидностью учат спортивным, бальным танцем. Уроки проводят бесплатно. Среди воспитанников ребята с синдромом дауна и интеллектуальными нарушениями. Как медленный вальс помогает им адаптироваться, расскажет Татьяна Кияева. Юля ведет активный образ жизни. Занимается настольным теннисом и плаванием. Стала победителем всероссийского турнира по плаванию среди людей с синдромом дауна и победителем спартакиады специальной олимпиады. Теперь решила брать уроки танцев. Вместе с дочкой на занятия ходит мама. Это направление как бы красивое, грациозное, элегантное, для девочек и для мальчиков. И многие сомневались в самом начале, что получится. Я очень признательна нашему тренеру Роману Панину, что он в наших ребятишек поверил. И я думаю, что у них очень большое будущее. Сегодня танцуют медленный вальс. Вместе с детьми репетируют мамы. Дома закрепляют пройденный материал. Ребята сосредоточены. Повторяются педагогам. Во-первых, моторная память. Во-вторых, координация глаз-рука. В-третьих, это произвольная деятельность. Я как психолог могу доказать, что это просто необыкновенные вещи происходят с детьми. И чувство ответственности, дисциплина, мотивация. Занятия проводят супруги Панины. Роману и Екатерине помогают волонтеры. Уроки два раза в неделю бесплатно. Проект поддержало Управление общественных связей мэрии Новосибирска. Сейчас воспитанники готовятся к онлайн-соревнованиям «Солнечный танец» и «Столица Сибири». У нас целая позитивная атмосфера. У нас ребятишки все друг друга знают. Они знают нас уже хорошо. Мы одна команда. У нас очень теплые отношения друг с другом. Каждый из этих воспитанников в будущем может стать мастером спорта. В спортивные и бальные танцы входят программу специальной олимпиады для людей с умственными отклонениями. Победить может любой, независимо от физических данных. Доступно для всех. В этом весь смысл, что основная цель специальной олимпиады – это социализация и дать возможность таким деткам проявить свои таланты. В рамках конкурса «Столица Сибири» ребята участвуют в мастер-классах и фотосессиях. По итогам соревнований лучших учеников и их родителей наградят дипломами и медалями. Татьяна Кияева, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.